Когда в последний раз обострялся хронический бронхит? Так, в ноябре 2020 года. Спрашивают о болезнях, измеряют давление, сатурацию, выясняют, есть ли аллергические реакции, ряд обязательных формальностей, после чего ставят первую прививку от ковида, спутник ВИП. В краевой столице заработал еще один мобильный пункт для вакцинации, всего в 100 метрах от вокзала. Здесь можно поставить первую прививку? Да. Где можно вторую поставить? Вторую прививку мы приглашаем поставить либо в нашей поликлинике, либо пациент может поставить прививку по месту жительства, записавшись через регистратуру. На данный момент трудностей с вакциной нет, очереди никаких нет, вакцинация в свободном режиме, прививаем в удобное время. Кратковременное повышение температуры, регулярное нарушение работы кишечника редко, таковы возможные последствия от вакцинации. На сегодняшний день прививочная кампания сбавила обороты, говорят медики. Пожилые люди сейчас больше заинтересованы в дачном отдыхе, нежели в безопасности. Тем не менее, люди идут в выездных пунктах, в среднем прививаются от 20 до 50 человек в день. Почему решили только сейчас привиться? Почему сейчас? Ну, поначалу много народу было, так что как-то немножко небезопасно было. А кроме того, ну куда мне идти? Дома сидели. А сейчас, думаю, сидеть как-то вроде погулять надо. Лето. Мобильный пункт на вокзале будет работать в будни с 10 утра до 16 часов, выходные с 10 до 14. Еще один передвижной пункт работает в торговом центре праздничной на Балтийской. Поставить прививку может любой желающий с 18 лет при наличии паспорта. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.